Добрый вечер дамы и господа, с вами снова Севен. Я хотел вам представить матч континентальной хоккейной лиги между командами Нур-Султанский Борис и Челябинский Трактор. А Борис, друзья, находится на восьмой позиции в Восточной конференцию команды с 57 очков после 47 игр. У Челябинской команды также 57 очков, но после 48 игр команда находится на шестой позиции также в Восточной конференции. В последнем матче Борис в очень результативном матче в Подольске обыграл местный Витязь со счетом 5-4 в овертайме. Трактор переиграл уфимскую команду Салат Юлаев со счетом 2-1 также в дополнительном времени. Пожелаем обеим командам удачи и пускай победит сильнейший. Многие говорят, что уже на Востоке сформировалась своя восьмерка, которая будет играть в плей-офф. У Бориса очень большой задел перед Новосибирской Сибирью, который всего лишь 44 очка, когда у Бориса, как я уже и сказал, 57. Возможно, я соглашусь с этими людьми, что на Востоке уже все решено. Но наш матч начался. Ортио сегодня будет в воротах Бориса и, конечно же, Роман Вилл будет в воротах Челябинской команды. На Востоке очень плотная такая ситуация. У Бориса, у Торпеды и у Трактора по 57 очков. Автомобилист находится на пятой позиции, у которой 59 очков. Тут сразу же шайба заброшена, пока я тут обсуждал с вами турнирную таблицу Восточной конференции. Отличается у нас Сергей Калинин с передачи Бывальцева и Беллина в равных составах. Посмотрим повтор. Здесь хорошая передача от Бывальцева. Тут же бросок в одно касание от Калинина. И здесь Ортио не смог справиться с этим броском. И возвращаясь к ситуации в Восточной конференции, там и Металурка-то не так далеко. 63 очка имеет команда из Магнитки. Поэтому на Востоке, именно в плане того, кто какие места займет, здесь очень ожесточенная борьба и непонятно. Есть Борис может быть на пятой позиции, и другая команда может опуститься. Так что там все будет интересно по поводу того, что все-таки решено с восьмеркой. С этим я, наверное, друзья, с вами соглашусь. Калинин, атака какая очередная. Бывальцев здесь атаковал ворота. Повтор момента нам показывает. Здесь Бывальцев уводили на бросок. Но переиграть у Ортио он не смог. У нас Брасния в средней зоне и Ворон против Оседлака. Хороший еще момент у Кравцова теперь. Очень активно начали челябинцы. Гика, Видель, шайба. И хорошо уходит здесь Видель. Бросок мимо в ворот. Я уверен, матч должен быть результативным. Потому что обе команды очень активно начали. В большинстве с вами, конечно же, Трактор. Еще один момент. И прямо в ловушку попадает игрок Трактора. Это Бодров. Сейчас бросал по воротам. И Ортио очень легко здесь справился с этим броском. В Браснии будет в зоне хозяев. И здесь у нас Сагадеев. Видите, с Панюковым и Шестаковым. И Полыгалов, Косов и Авцин. Такая тройка у Трактора. Бодров. Авцин. Полыгалов. Еще один момент возникает. Косов атакует. Акользин. Акользин. Штет партнеров. Бросок поворотом. Здесь Рикошет. Но шайба в ней попадает. Створ Старченко. Еще один момент. Виллу выручает. Калинин. Калинин сам бросает поворотом. И здесь какой сейф делает сейчас Ортио. Хотя и бросок не особо сильный получил у своего игрока. Старченко нужно бросать уже по воротам. И здесь шайба каким-то чудесным образом заходит в ворота. Гуркова себя поздравляет. Нужно посмотреть повтор здесь с передачи Старченко. И вот здесь Старченко немного, знаете ли, атак-то затормозил. Но здесь тут как тут игрок Бориса и шайбу добивают. Он здесь между ног. Она проходит у вилла. И сравнивает счет хозяева. 1-1 матч между Челябинским Трактором и Нурсултанским Борисом. Гейка, передача, Карпухин. Еще один момент у Трактора. Ну, по моментам, конечно, сейчас Борис немного уступает. Но Челябинцы атака за атакой. Есть моменты у команды. 5 секунд до конца. Кертис Волк. Ошибается здесь Кертис. И Кравцов просто в надежде. На забитую шайбу здесь бросает поворотом, друзья. Первый период у нас в матче между Борисом и Трактором закончен. Ортио, как мы видим, завис немножечко. Давайте, друзья, переходить ко периоду под номером 2. 8-3 по броскам в пользу гостей. Но 5-3 выигрывает по брасням хозяева. Вот такая статистика после первого периода. У нас начинается второй период. Брасня в центральном круге выиграли гости. Так, у нас Фритин шайбы. Отдает передачу на Кертиса Волка. Волк створ не попадает. Кравцов шайбу сохраняет. Бросает сам. Добивание еще. Как же Ортио здесь хорошо действует на последнем рубеже. Ворон. Передача хорошая на Шестакова. Бросок. Майоров будет сам бросать. Бросает. Попадает в защитника. Шибает здесь основе. Нужно бросать. Нет, шайбу здесь не получается. Майорову протолкнуть сквозь Ортио. Но момент был. Основен передача на Карпухина Ортио. Снова Ортио выручает свою команду. А Кользин. Передача. Хорошая на Сторченко. Выручает. Сейчас Вилл. А в цену бросок по воротам. Но попадает он в полыгалово. А Кользин. Да, рандит. Зачем не бросает игроки Бориса? Не понимаю. Опять секунды до конца второго периода. И у нас пока 1-1. 1-1 матч между Руслутанским Борисом и Челябинским Трактором. Друзья, давайте переходите к периоду под номером 3. 10-5 по броскам в пользу Челябинска. И сравнялись по выигранным броскам команды. 6-6. Такие показатели после второго периода. Начался нас третий период. И очередной броски выиграли Челябинцы. Бывальцев. Фреттиин. Михалис. Первый звеного Бориса. Бросок по воротам. Очень неплохой. Но Вилл выручает здесь. Выиграли в бросках. Хетрингтон бросок. Фреттиин. Фреттиин. Ну вот, может быть сейчас что-то получится. Михалис под бросок. Кертис Волк. Опять в сторону попадает. Седлок. Передача хорошая на пилота. Пилот должен решать. Но опять все Ортио. Опять Ортио все ловит. Снова Ортио все ловит. И броски-то вроде бы получаются очень хорошие. Но Ортио как стена стоит. Седлок выиграл броски. Бросок по воротам. Бодров здесь. Снова бросал по воротам. Здесь куча рикошетов. Но Ортио все-таки успевает. Увидеть шайбу и накрыть ее. 13 минут у нас остается до конца нашего матча. И пока 1-1. Игрока Лилия. Удаление будет в составе Челябинской команды. Здесь на 2 минуты отправиться, судя по всему, Кравцов. Да, видел я. Как раз-таки этот момент. За подножку удаляется Кравцов. Ну вот, Борис, в большинстве есть идеальная возможность выйти вперед в этом матче. Очень важную шайбу завидеть для того, чтобы победить. Хорошо, Светберг бросает. Основин. Кылыгалов, Бодров. Ну вот, может быть, момент у Основина. И Основин бросает. Ну, как я уже говорил, Ортио есть в воротах Бориса. Повтор момента Светберга. Это пока единственный момент в большинстве, который создал Борис. Ну и, судя по всему, последний. Потому что там совсем мало времени осталось. А 21 секунда. Михалис ходит в зону. Передача на Фретина. Фретин с острейшего угла бросал. Передача на Бодрова. Бросок поворотом. Опять шайба не доходит до адресата. Михалис будет бросать. Попадает в штангу. Калинин. Хорошо. Кравцов. Ну почему у створ не попадают игроки? Видель будет сам бросать. Попадает прямо в вилла. Можно было как-то по-другому. Думаю, разыграется этот момент. Ну, брат, мне заработали в чужой зоне. И 2.51. А до конца нашего матча. Видель. Передача на Лилию. Бросок. Ну опять штангу попадает игроки Бориса. Лилия. Еще один момент. То ли шлем там попадает. Такое ощущение. Просто так отскочила она. Как будто шлем попала. И пробрасывается трактор. Очень-очень опасно. Сейчас было возле ворота Романа Вилла. Но Вилл справился. И вся команда трактор. 40 секунд. У нас 44 секунды остается до конца. Ну вот до этого была идеальная возможность у Бориса забить. Но своим шансом они не воспользовались. Майора с шайбой. Сзади ворот. Как же опасно сейчас. Как же хорошо открылся там игрок. Когда Оберг, судя по всему, был. Линтуни Эми. Обратная Туака. От Бориса. Но в концовке, может быть, получится забросить здесь передача на пятачок. И не получилось сбросить по воротам Вилла. Здесь уж с такого. Три секунды до конца. Да, друзья. Судя по всему, нас будет ждать овертайм, друзья. 1-1 в матче между Борисом и трактором. Давайте уже непосредственно переходить к овертайму. 13-10. По броскам пользуют также челябинской команды. И 12-11 в пользу трактора по выигранным броскам. 3 на 3 у нас формат овертайма. Но с большой долей вероятности мы с вами увидим шайбу. Кертис Волк против Ильина на вбрасывании. Дарандис. Кертис Волк. Очень много пространства сейчас есть. Дарандис. Первая же атака. И Борис забрасывает шайбу. И как вы думаете, кто это делает? Фрейтин, друзья. Борис содержит победу в овертайме. Первые же атаки команда забросила. Поздравляем всех болельщиков в Борисе с этой победой. Если ты вдруг еще не подписан на мой канал, то обязательно прямо сейчас это сделай. Влипи топовый комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем до скорых встреч, друзья. Увидимся в новых матчах континентальной хоккейной лиги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok